МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня всего лишь один вопрос. Посмотрите, что мы так делаем. Уже люди прикололись в комментариях, пишут тебе, остановись, бебезьян, ты капуцин или макак или кто ты. Что ты постоянно где-то ищешь себе какие-то норы там. Ты крот, что ли? Я не знаю. Посмотри на него. Посмотри, что он делает. У тебя что, Паркинсон? Это караул. Всем салам, ребята. Вы на канале Асата, и с вами Марат Борода Коли. В новой какой-то пипсикольной кепке, короче, пипсикольных штанах, которые почему-то называют джоггеры. Значит, у нас менты, которые форму носят, они тоже в джоггерах ходят, да? Итак, мы начинаем. Субтитры сделал DimaTorzok Видео, брат, про Мазду. Подъехали две такие дерзкие, бля, BMW. Напылили, надымили. В итоге, короче, парни, резко нам набрали. Как-то несерьезно к японцам относитесь. Пригнали нам, короче. Чего нам пригнали? Toyota же это, да? Не Huawei? Не знаю, недавно вообще в Ростове видел, знаешь, какую машину? Zotia. На сегодня Chaser. Ну, а в народе просто чайник. Кстати, поддерживаю название этого автомобиля, потому что это просто чисто внешний, ну, конкретный чайник. Самовар, я бы сказал, отвечаю. Сейчас все начнется, бля, битва. Куликовская. Сейчас вот эти люди, которые любят, бля, японцев. Просто покажи, бля, вон. Один японец, Митсубиши. Второй японец. Они чисто так, ну, как якудзики нам подобрались, короче. И вон гордо стоит, короче, биммер наш. Вот вам мое очко, короче. И вот, ну, стойте и нюхайте. Ну, а Калина там потерялась. Она так. Ну, можно я тоже здесь постою хотя бы, ну, чуть мужского наберусь? Уррви, бля, 99-го года, 2.5, на моторе 1JZ GTE. Что-нибудь я опять ошибусь, да? По каким-нибудь техническим характеристикам. Еба, меня опять драконить будут. У меня, бля, опять будет гореть, бля, гузло так, что, бля, пожарные хуй потушат. Франсбой надо будет в очко забить, что потушить. Или вот этот тип, который в кишечнике, там, рекламу не смотрели. Гивискон, бля, или что-то такое. Там вот этот дядя, который с Германии прибыть. Пожар в очке твой потушите. Дерзко, пацаны, нам пригнали. Мол, помнишь, ты там, бля, Вася говорил про японцев, что они немогущие, бля, или неможущие, бля, или немогущие. Короче, дерзко будем сегодня вести обзор. Потому что, бля, вот эти парни кинули нам, бля, вызов и сказали, что вся немчура это корыто, а японцы это пиздец, что за якобы корабль. Не тонет вообще нигде, и, бля, не горит, и ему вообще нихуя не страшно. Тот раз говорю, что чисто внешне японцы это, бля, блевота. Ну, за Чайзер, бля, если я сейчас так скажу, то, как минимум, с Владивостока, бля, во Владикавказ, а именно в мой дом, ебанет какая-нибудь баллистическая ракета. Ну, в принципе, чё, Чайзер, Креста, Марк, это всё, в принципе, одна и та же, бля, машина. По большому счёту, это одна и та же машина, просто в разных, бля, кузовах. Поэтому их и называют как Маркообразные. Это не автомобилеобразные, это Маркообразные. Кто вообще такой был Марк, я его всём, Марк Аврелий? Это не он, Самурай. Самурай в 90-м кузове был. У них всё там как-то, бля, косо. Жизнь искоса происходит. Они смотрят, они тоже искоса. И дизайн у них такой же искосый. Бешено тюнингуется, которая, бля, бешено сталингуется. ГДМщики, бля, они тоже же больные. Это же каста больных людей, которые, вот как мы, BMW-дрочеры. Просто нас почему-то дрочерами называют, да? А они там якобы ГДМщики. На 2.5, на турбине. Здесь двигатель один, бля, JZ-GTE. У него 280 лошадей в стоке на заднем приводе. Он праворукий. Кто не знает, что такое Чайзер, он праворукий. Знаешь, как правая рука? Вот с этой стороны у тебя левая, бля, вот с этой стороны у тебя правая, бля. Которая ты пишешь. Хотя, может, ты и левая пишешь, не знаю. Есть такие варианты. Toyota мне на самом деле ещё нравилось. Вот особенно в этих кузовах. Это что, рамки нет? CLS недавно посмотрел без рамки, бля, бля, бля. Я, говорит, машину помыл, говорит, у меня, говорит, весь салон в воде был. CLS. Сейчас эти тоже подключатся. Любители этих, как, стрингов. Не забыли мои шаловливые руки, бля. Я же ездил на правом руле. О, всё, бля, у японцы, японцы молодцы, бля, в этом плане. Всё, дядя, чё тебе там искать не надо? Корейцев, бля, пока найдёшь, можно, бля, руку там в шести местах сломать. И вот он, вот он наш красавчик. Вот здесь написано 2500 турбо. Турбина, значит, здесь ты колготками накрыл, парень. Я не знаю, чьи колготки, но это колготки, бля, по-любому. Нулевик, бля, ну не знаю, опять же, нулевик, это дело такое спорное. Кому-то нравится, кому-то нет, хрен его знает. Кто-то говорит, чё, это полная порнуха. Кто-то говорит, чё, нет. Когда открываешь капот GTM-щика, Новый год, бля. Охуявление, бля, надо сразу сюда и Снегурочку, и Дед Мороза, чё б он её прямо здесь отшпиливал. Бля, зачем под капотку красить, бля, другой цвет? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Может, я чё-то не догоняю? Просто для чего? Сейчас мы подняли, и вот я смотрю, вроде бы машина белая, под капоткой у неё какие-то бирюзовые, бирюзовый цвет, бля, какой-то фиолетовый, никель здесь преобладает. Ну, под капоткой чисто, всё аккуратно, видно, люди следят за них. Ну, видишь, этот жёлтый вообще, вертилятор, бля, вертолёт. Хуй его, ку-ку его лет, бля, бешеный мотор. Бешеный, бля, в плане того, что это вот мотор с огромнейшим ресурсом. Можно, бля, вытащить из него 500 лошадей, бля, вообще не напрягаясь. Нажмёшь, и посрёшься, я его в прямом смысле. Не дрифтёры, бля, начинают по 500, бля, кобыл себе, бля, собирать моторы, и ездят потом, бля, от работы домой. Нахуй тебе от работы, да, бля, дома 500 сил. Ты чё, ебать, бля, опаздываешь, что ли, постоянно? Без 5-9 встаёшь, а тебе в 9 на работе надо быть? Это чё за варианты? Где-нибудь в Инстаграме, в паблике, в каком-нибудь насмотре, бля, там, куда-нибудь зайдёшь, какой-нибудь Мерседес, бля, с BMW закусились. Мерседес с BMW кусается, да, а епошки, они хуй туда лезут. Чё вы, как в каждой бочке затычкой? Мне не с Toyota, и, бля, BMW и Mercedes, это нихуя не машина. Вот на такие двигатели, бля, ставите вот такие турбины. Встану с какой-нибудь атмосферной, стоковой 2,5, которая ездит на честном слове. А у него, бля, на вот такой мотор, вот такая турбина. И он газует, и чуть-чуть BMW, это хуйня. А ну-ка ты, бля, там, на своей двухлитровой, 2 литра, помойка же, по большому счёту, да. Точно так же, как и 3,4, 2 литра, это 2 литра сока, я его всё, никуда нахуй не едущий. Стань-ка на своём атмосфернике, бля, с 2,5, 3,4. И она тебе так твой японский чук прострели, чё ты, бля, заебёшься пыль глотать. Японцы, да, базару нет, бля, молодцы. Они, бля, в те времена делали качественные машины, и эти машины оставили свой след в этом хаосе автомобильном. Когда делали качество, и японцы тогда делали качество. У японцев миллион вариантов обвеса. Название у них, бля, ну хуй запомни. Нагасаки, чокопай, ТРД, ЭшКС. От того, что вы такие маленькие люди, у вас чё такое, большой эго? И как не смотришь какой-нибудь японец рядом с твоей бедной сороковой проедет его под капотом, бля, там. Полтора миллиона сил и 16 турбин. Перед тобой на светофоре становится. Трочит тебя, чё ты на этом бедном родном М60 атмосфернике попытался чё-то с ним, бля, сделать. А у него капот открываешь, и там, бля, вот стволы на тебя торчат. Закрой капот, в ебу нахуй. Все доёбываются до BMW, потому что, бля, BMW зарекомендовала себя, в принципе, как, бля, басяцкая развязная тачка. BMW-шники, JZ, ты, бля, не ставят? В BMW ставят? Ставят? Ну для чего? Для того, чтобы дрифтить? Да. Чё, в дрифте только японцы умеют, что ли? Нихуя. Е30 чё, себя не зарекомендовала в дрифте? Е30 честая себя не зарекомендовала в дрифте? Это одни из самых дрифтулёвых. Начинается японцы, бля, смотри на них. Бля, вы меня нахуй не злите? Да я шучучу, ладно, сейчас они, бля, калыши подостают. Весь Владивосток ко мне приезжает. Сейчас смотри, бля, Камчатка, Владикавказ, поезда начнут ездить. Ханты-Мансийск, Владик, Ордон, ебать, сейчас все вокзалы заполнят. А как люди не устают на этих моторах просто сами ездить? Не моторы от людей не устают, а люди как не устают на этих моторах ездить, я понять не могу. Если бы я проехал на одной машине 300 тысяч, я бы охуел от жизни. Я не хочу обидеть хозяина этого автомобиля, хотя я ему это в цвет сделал. Вот это полная порнуха. Зачем, бля, делать на белый автомобиль какой-то вообще другой, бля, цвет, ну, подкапотки? Какая-то культура, бля, да? Ну, у японцев это же тоже своя культура. Они ебнутые вообще КамАЗы тюнингуют. Четырехмостовые расчески. Вот эти грейдеры четырехмостовые. У него, бля, в КамАЗе лампочек больше, чем в Лас-Вегасе. Он на нем еще, бля, умудряется морковку с мукой возить. Вот едет и охуевает, что это, бля, машина или дом на тебя двигается. Или этот тихоокеанский лайнер выплыл, бля, он просто объехать хотел через, ну, хуй, Японию. Что за генераторы у них там стоят? Мне пиздец, как интересно. Там от лампочки прикурить можно. Где в КамСовет? Хотите в солярий? Езжайте в Японию. Найдите этих идиотов, которые, бля, делают такие КамАЗы светящиеся, бля. В кабину сядьте. Один тумблер включить, пиздец, ожог нахуй на всю жизнь. Прикинь, это во двор кому-то заехать на таком КамАЗе. Люди подумают, инопланетян прилетел сотый чайник. Может быть бы, я бы ее себе, конечно, бы и прикупил. Ну, так. Тоже навешу на него ключик. По зиме буду ездить, Владик от снега убирает. Снега уборочную машину себе ебану, бля. И вот на Эчайзере буду ездить, бля, на этих обвесах. Заур, если надо будет там почистить где-то около хат и заезд, и набирай. Я смело. Мне просто подъехать и уехать. Больше ничего не надо, братан. Так, машина не особо там наряженная, бля. Есть чайники, которые, бля, на самом деле в них вложено огромное количество сил, средств и денег. Вот эта машина, мне сейчас сказали, стоит 600 тысяч. Ну, за 600 штук я, конечно, лучше возьму вот такую тачку. Кстати, че, вот вам 600 тысяч. Возьмите себе машину и вообще не парьтесь ни за че. Можете даже масло не менять. Им вообще похуй. И на моче ездят, и на траве ездят, бля. И на силосе поедет. И бар дузалежь все равно тоже поедет. Два дросселя, один электрический, другой механический. У них два дросселя, бля, два. Трейк-контрол же там ты включаешь. Трейк-контрол им там нахуй там нужен. Они че, все там аж что-либо боком ездят? Городской транспорт тоже боком ездит. Хорош пиздеть уже, закрыли капот. Тур-В. Кстати, мотор у него, может кто-то думает, В это V-образный, нихуяшеньки подобного. Там реально еще стерка стоит. Чисто внешний чайзер из вот этих маркообразных. Вот в сотом кузове, там взять если чайзер, бля, там опять этот марк-2. Морковка ее еще называют. Креста, чайзер и марк, это вот, ну, как бы маркообразный. Это одно и то же. Но из этих маркообразных, вот в сотых кузовах, чайзер самый красивый. Бла, бля, укусила или хуе, что-то с ним произошло. Настолько он некрасиво в стоке выглядит, что просто пиздец. У японцев в то время морда была маленькая, бля, а жопа вот такая. Базару нет, бля, охуе, москвичу, бля, если ты обвесов накидаешь, он тоже как ламборгини может смотреться. Вот сейчас сними с него, бля, вот такие накладки, юбки и передние накладки. Я стругану на них. Привлекает внимание. В обвесах, так это вообще пиздельская красивая тачка. Бачки они ставят, я ебу, бля, охуе, диаметр там. Такое ощущение, 200 литров в бочку порезали и туда засунули. Вот такой бочок, я свой. У них этих всевозможных выхлопов тоже, бля, мама-мама не горюй. Я вот и не мама не горюю, а мама-мама не горюй. Дисков точно так же. Вообще стайлинга внешнего, вот куча-куча-куча. Они же там любят себе 32 колеса ставить постоянно у них, бля. Диск, бля, на арку, бля, залази. Не арка на диск, а диск на арку. У японцев, я не знаю, бля, что за канитель, всегда славились своим велюром. Они не любят кожу, бля, абсолютно. Может, у них просто нету вот этих, бля, драконов. Как-то они к животным по-другому относятся. Я надеюсь, гримписовцы меня сейчас не услышат. Бля, хуею этого дракона жарить, пока этот, бля, велюр сотрется. Ну, просто посмотри на салон, в каком он порядке, бля. Хотя машине столько лет. Непривычно сюда садиться. Сесть эта хуйня, вылезти для меня это вообще. Ну, меня нахуй, короче. Мне надо здесь в натуре ебаться в шесть раз, чтобы вылезти отсюда, и то я по-любому вылезу травмированный. Что-нибудь у меня, бля, отлепится, отклеится, оторвется. Реально, это очень скудный салон, в моем понимании, и прекрасно. Я вот на свою машину пошил, да, и, честно говоря, бля, лучше бы я хороший велюр пошил. Кожа, да, она смотрится богаче, но с велюром в автомобиле намного комфортнее. Палас у них в натуре палас, я, полики тоже, бля, пиздец. Вот, ну, столько, бля, домашнего уюта они вложили, бля, в этот автомобиль. Вот это, наверное, тоже японский а-ля Carbon, там, свое время. Ничего здесь нету, так, по большому счету, очень скудный салон. Мне нравится вот эта классика автомобиля, у японцев она тоже по-своему легендарная. Штатную магнитолу отсюда уебенизировали. Вот это вот бедная канитель, бля, вот, ну, там, гандоны ты сюда положишь. Ручник, не ножник, бля, слава богу. Вот Traction Control, зимний режим, там, Power, там, всякая хуйта. Здесь регулировка подсветки. Вот это я никогда не понимал для чего, для мелочи, что ли. И мне всегда вот нравилась японская вот эта беда. Вот раз, по кайфу, все скинул, пока ты на электрическом подождешь. Пока этот лифт, там, сука, подумает за тебя. Турбина, бля, без вот всяких вот этих датчиков. Здесь вообще отпетый. Садишься к нему в машину и борщишь я его все, у него там все в этих датчиках. Интересно, пук свой датчиком не мерить. Прям вот такая гирлянда, да. Но это, конечно, серьезные автомобили, в которые вложили огромное количество денег. Машина ебун топту. Я бы не смог здесь на механике, если честно. Хотя Али сейчас на механике соберет еще один. Душой с BMW, а жопа в Тойоте. Али, я знаю, ты меня сейчас смотришь, брательник. Еще вот у них что за прикол бывает, всякие синие капоты делают. Бирюзовый, оливковый. У людей, которые тащатся от японцев, у них своя культура. Это как девушке одеть п***сное платье. Оранжевые сапоги. Белую попаху, если она с Кавказа. Она просто ее всичник, брательник. Сел я назад. Что за это рассказывать? Сам за собой, ну, я, в принципе, там не подстроился за себя. Охуительно здесь сидишь. Вот это в натуре как диван такой хороший. Мягкий, по кайфу, семейный, комфортный автомобиль. Который в случае чего, именно в стоке, он может дать ей, блядь, ну, поцраку. Тут и заебало эта фраза, то, что раньше машины делали минджиндайзеры. Да сейчас супервайзеры, а. Вот это тоже последний из магикан у японцев. Сейчас в комментариях будет срач ебать. Я даже ставки хочу поставить. Подарю кепку, кто напишет, блядь, самый ебейший комментарий. Вот, ну, кепку, в свою смысле, вот Марат Борода, Сата в деле. Отправлю сам лично, распишу все, скажу спасибо, отвечу на этот комментарий. Человеку, который напишет, блядь, все за и против, и вот, ну, досконально обоснует. Допустим, почему японец лучше немца? Только не надо вот это, чтобы не медсыпиться. Это и петуху понятно, что не медсыпиться. Делайте, сука, грязь. Делайте, разъебывайте друг друга. Я пиздец как люблю, как вы это делаете. Ну, а мы что, прокатимся на ней, наверное, да? Потому что, что ты сделал сейчас? Бай, ты подлетел, блядь, охуею. Достаточно такой, блядь, басистый звук. Да, ну, я же говорю, японцы пиздец. Вот у меня на BMW, мне выхлоп тоже не нравится. Он слишком какой-то японский. Не, мне нравится правый руль, но к нему надо привыкнуть, блядь. К нему надо. Я долго привыкал. Просто посмотри на это зеркало, как мне в него смотреть, хуй. Это уже к каждому свое. Потом уже, когда привык я к правому рулю, то я лично кайфанул, блядь. Я на BMW сеструхину сел и чуть не охуел, блядь, как это. А, чуть-чуть, быстрая тачка, базару нет. Ну, тут турбина, блядь. Ну, трек сработал, да, трек-контрол. Нормальная, интересная штучка такая, трек-контрол. Бак! Это что за... Ну, я не любитель турбины, если честно. В жизни очень мало поездил на таких машинах. Я поездил, ну, бля, меня бесит вот даже один этот звук. Бак! Бля, интересно она, бля, уходит, бля, если честно. Тормоза хорошие. Бля, есть свой прикол, конечно. Вот парни приехали со Ставрополя, да, они пригнали те машины. И хочется на этой машине поездить, понаваливать, бля, а не скажешь, что я там пиздецкий профи, да, нет. Я не буду сейчас, бля, лаври какие-то себе там, блядь, накидывать. Нет, хочется. Ну, блядь, не можется, как бы. Не можешь ты себе это позволить, потому что это чуяя машина в первую очередь. Убивать чужую машину, хотя ей, может быть, в принципе, как бы похуй, я ее не убью, да, но все равно, бля, какое-то уважение, бля, к чужому автомобилю ты должен проявлять. Я сейчас скажу, что Чайзер это плохая машина. Я наебу. Мне нравятся японские машины в каких-то редких, конечно, исполнениях и редких марках. Мне нравится Чайзер. Он по-своему красивый, он по-своему вальяжен. Обычный гражданский, семейный, где ты можешь повозить и семью, и все вот эти дела, короче, да, там, ну, он может быть для тебя абсолютно спокойным дружищем. Его сильная черта то, что в тот момент, когда ты без семьи, и ты хочешь быть отвязным, развязным, он тебе это даст. Она достойно выглядит в обвесах. Еще раз повторюсь, именно в обвесах. Вот вам еще одна тачка, которую я могу предложить за 600 тысяч рублей. Ну, да, праворукая. Хули-бум-були приходится выбирать. Да я, ебать, в рот не хотел этот левый руль, бля, когда у меня под жопой такая тачка. Так что вот на этом все. Еще раз повторяю, помощь детям, незабываемая помощь детям. Ну, не пофигу, я буду это как балалайка повторять в конце каждого видео, но я это буду повторять постоянно. И не надо меня еще раз упрекать за то, что я матерюсь, но якобы помогаю детям. Я матерюсь, но зато я помогаю детям. Подписывайтесь на наш второй канал, ОСМедиа Асата Лайф. Вот здесь подписывайтесь на Асата Ченнел в Инстаграме, вот здесь подписывайтесь на ОСМедиа Асата Лайф. Оставим внизу ссылочки, короче, в Инстаграме, паблики где я заказывал кепки стоит салам алейкум тебе брата с вами был марат борода коли не пропадайте парни скоро вернемся очень скоро вернемся а